Я Лейбница. В курсе математического анализа его обычно рассказывают при помощи интеграла, но оказывается, он имеет самое прямое отношение к количеству точек, расположенных внутри окружности данного радиуса. Давайте сначала, что называется, стандартное доказательство, как это во всех учебниках математического анализа. Оно основано на очень простой форме, артвертанденс штрих, это единица, деленная на 1 плюс x2. Те, кто не знает интеграла, просто 2 минуты, что называется, помолчите. Интеграла – это хорошо. То есть то самое в религии. Теперь посчитаем здесь. Единица, деленная на 1 плюс x2, это единица минус x2, плюс x4, минус x6, плюс x8 и так далее, и так далее, и так далее. Если вы проинтегрируете, то интеграла 1 даст как раз 1, интеграла к минус x2 даст минус 1 треть, и так далее. Если кого-то волнует, что вот этот вот ряд не имеет смысла, когда x равно 1, то, пожалуйста, можно же было как сделать? Можно было здесь написать не 1, а какое-то число чуть-чуть меньше 1. И в таком случае здесь у вас будет октангенс этого самого чуть-чуть меньшего единицы числа. Ну, и тогда уже все останется всем понятно. Вот так рассказывают в курсе математического анализа. Просто понятно для каждого, кто знает формулу, что интеграла производная, это сама функция, так называемая формула Ньютона-Лебенца. Но сейчас, как это выглядит с точки зрения нашей науки? У нас есть формула. Количество решений уравнения x2 плюс y2 равняется k, где k равен число. Это учетверенная разность между количеством делителей, дающих остаток 1 при делении на 4, и количеством делителей, дающих остаток 3 при делении на 4. Отлично. Теперь давайте посмотрим не на одно такое уравнение, а на много статусов. То есть возьмем окружность большого радуса. Ну, можно было радиус корень z и айственных бесконечности. Давайте возьмем окружность радиуса n. И n будем стремить к бесконечности. В таком случае, какие значения может принимать число k? От единицы до n квадрата. Отлично. И значит, количество целых точек, давайте его обозначим буквой, скажем, буквой А. Это количество целых точек. Это есть, во-первых, начало координат. Во-вторых, учетверенная. Так, вот теперь важно. Когда мы берем у любого числа делителей, дающих остаток 1, и вычитаем количество делителей, дающих остаток 3 при делении на 4, можно же было по-другому. Можно было пройтись по всем числам и посмотреть, у какого из них, скажем, единица является делителем. Потом с минусом взять, у каких из этих чисел тройка является делителем. То есть идея такая. Надо взять, вот единица будет делителем у всех чисел, то есть просто n квадрат делить на 1. Потом n квадрат разделить на 3. Ну, здесь уже целую часть придется написать. Потом n квадрат разделить на 5. Потом n квадрат разделить на 7. И так далее, и так далее, и так далее. В какой-то момент это все остановится, потому что у нас просто знаменатель станет больше числителей, и, соответственно, целая часть будет просто нулевым. Отлично. Нужно переделать все это две вещи. Во-первых, нужно понять, чему примерно равно числу а. И, во-вторых, избавиться от целых частей. Ну, для того, чтобы оценить количество целых точек, самое разумное – это нарисовать такие вот квадратики. То есть, когда у нас есть любая целая точка, от нее вверх и вправо отложить по единичной точке. Между прочим, здесь вот тоже откладываем, потому что мы… Вот это целая точка. И иногда квадратик может чуть-чуть вылезти. Важно, что все эти квадратики будут содержаться внутри окружности радиусом n плюс корень из 2. Поэтому сумма их площадей, то есть а умножить на 1 в квадрате, будет меньше, чем π умножить на n плюс корень из 2 в квадрате. И, с другой стороны, эти квадраты полностью покроют круг радиуса n минус корень из 2. Ну, потому что, представьте себе, у вас есть какая-нибудь точка внутри такого круга. В принципе, она содержится внутри квадрата, у которого вершина с целыми координатами, содержится. Так у такого квадрата есть левый и нижний угол. И вот он не может далеко убежать, больше, чем на корень из 2 не может. Значит, выйти за пределы окружности радиуса n не может. Отлично. Значит, здесь я пишу π умножить на n минус корень из 2 в квадрате. Так очень просто оценивается на число а. Ну, давайте. Имеет смысл, конечно, раскрыть скобки. И все-таки написать мне а, а а минус 1. А минус 1 меньше, чем πn квадрат плюс 2πn корень из 2 и плюс 1. Потому что здесь был, нет, нет, и плюс 2π минус 1. Это все, конечно, мелочи, потому что важное слагаемое это πn квадрат. И большее, чем πn квадрат минус 2πn корней из 2 плюс 2π и минус 1. Вот это все по сравнению с πn квадрат, очень маленькая величина. Но что такое а минус 1? Вот это. Замечательно. Значит, я могу разделить на 4 и получить следующую форму. π разделить на 4 умножить на n квадрат минус πn делить на корень из 2 плюс 2π минус 1 делить на 4. Меньше, чем вот это вот интересующее я выражение. Меньше, чем n квадрат минус целая часть n квадрат на 3 плюс целая часть n квадрат на 3 минус и так далее, и так далее. И то же самое с этой стороны. π равен на 4 умножить n квадрат плюс πn делить на корень из 2 плюс 2π минус 1 делить на 4. По большому счету все сделано. Единственное, что нужно сейчас избавиться от целых частей. n квадрат минус n в квадрате разделить на 3 плюс n в квадрате разделить на 5 минус n в квадрате разделить на 5 и так далее, и так далее, и так далее. Вот, собственно, то выражение, которое меня интересует, да, умножить на n квадрат, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше пойдет n в квадрате разделить на 2n плюс 1. Ну, тут единственное, значит, знак, написать на минус 1 степень n. Ну, неважно, как и положено, знак. И дальше пойдет слагаемая некоторая величина, которая обладает следующим свойством. Это самое число c по 0 меньше, чем n в квадрате делить на 2n плюс 3. Ну, давайте, если 2n плюс 3, но важно, что это просто меньше, чем n в квадрате. Почему? Это идея знака переменного ряда. Потому что, когда у вас есть сумма, все слагаемые, в которые все время меняют знак и по величине уменьшаются, то идет так, мы сделали шаг, вернулись меньше чуть-чуть, вперед, вернулись меньше. Значит, вот это число, я не знаю положительное, но отрицательное, но по модулю оно меньше, чем n в квадрате. Ура! Значит, мы имеем дело вот с такими числами. Каждая из них заменяем на сумму этого числа и его дробной части. Имеем право. Получается n квадрат минус целая часть n квадрат на 3, плюс целая часть n квадрат на 5, минус целая часть n квадрат на 7, плюс и так далее, и так далее. Везде, везде, везде берем целые части. И еще дробную часть n квадрат на 3, то самое, n квадрат на 5, и так далее, и так далее, и так далее. Замечательно. Так вот, дробные части, каждая из них меньше единицы, и поэтому они дадут в сумме меньше, чем их количество. Нечетных чисел от 3 до 2n плюс 1 всего n штук. Поэтому эти дробные части дадут нам ошибку меньше, чем n. Отлично. Дробные части дадут нам ошибку меньше, чем n. И, значит, мы уже получили почти то, что нужно. Давайте посмотрим, чем отличается то, что нужно, от того, что не нужно. Здесь идут n квадрат, n квадрат на 3, n квадрат на 5, и так далее. Здесь идут то же самое, те же самые целые части, да, все замечательно. Правда, здесь они идут до n квадрата делить на 2n плюс 1, а здесь они идут до бесконечности. Но нам это опять не страшно, потому что сумма знакопеременная. Значит, если мы посмотрим, насколько отличается вот такая сумма, написанная до n квадрата делить на 2n плюс 1, от суммы, написанной до конца, то ошибка будет не больше, чем на последнее слагаемое, даже меньше. То есть ошибка будет меньше, чем n пополам. Ура. Значит, вот здесь, возможно, была ошибка в n, меньше, чем n пополам была ошибка. Здесь была ошибка меньше, чем n. И еще, из-за того, что мы обрывали, ошибка не больше, чем n пополам. n пополам, n, n пополам, 2n. Таким образом, мы можем вместо этих целых частей написать вот этот вот ряд, сделав ошибку меньше, чем 2n. Значит, я могу вот все эти примерные штуки стереть. И вообще, когда рассказывают это, обычно пишут, как я, есть такое понятие, значок до большое. И что у нас принято говорить так. Будем считать с точностью до у большого от n. И вот все вот эти величины, которые я здесь писал, это есть у большого от n. То есть, есть некоторая постоянная величина такая, что при всех n, вот эта вот ошибка не больше, чем n умножить на эту постоянную величину. Так вот, смотрите, вот такой ряд, я его для краткости обозначу буквой d, все это, у нас получилось, что d больше, чем p разделить на 4n квадрат, минус пи n разделить на корень из двух, плюс 2пи минус 1 разделить на 4, плюс 2n. 2n это та самая ошибка, которая там накопилась, да? Но единственное, здесь, конечно, не плюс 2n, а минус 2n, потому что мы не знаем, в какую сторону была эта ошибка. И меньше, чем пи разделить на 4n квадрат, но все то же самое, переписываем, да? пи n делить на корень из двух, плюс 2пи минус 1 разделить на 4, и здесь плюс 2n. Осталось совсем чуть-чуть разделить на n квадрат. В таком случае, здесь у нас n квадрат исчезает, здесь оно идет в знаменатель, здесь тоже идет в знаменатель, и здесь идет в знаменатель, ну и так же самое. И здесь будет 2,9 на n квадрат. И все. При стремлении n к бесконечности у нас получается, что левая и правая части стремятся пи разделить на 4. А в центре все время находится одно и то же число. Тот самый пи разделить. Ну, может быть, я немножко долго рассказывал все эти оценки. Запомнить нам главное. Если смотреть на количество точек в круге и знать формулу для количества решений уравнения x квадрат плюс y квадрат равно k, как учетверенная разность между количеством делителей, дающих остаток 1, и количеством делителей, дающих остаток 3, при делении у нас 4, то мы получаем в точности ряд левиц. Спасибо.